всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня у меня вот такие ручки клиентка грызет активно себе ногти когда на них нет покрытия это вытекает вот в такую вот маленькую ногтевую пластину плюс ко всему утикула вся заусенчиках и она их тоже отгрызает и отрывает также можно заметить что ногтевая пластина неровная я могу сделать вывод что это происходит из-за того что клиентка сдирает себе покрытие или сама его снимает пилочкой или аппаратом перепиливая ноготь ногтевая пластина очень тоненькая пилочкой я пытаюсь оформить свободный край но ее здесь очень трудно подставить поэтому забросила это дело никак не повлияет на покрытие в дальнейшем пилочкой прохожу по ногтевой пластине нужно убрать естественный глянец так вот когда я пилка работал по ногтевой пластине клиентки было некомфортно это говорит о том что ногтевая пластина сильно перепилена но как бы там ни было мне нужно убрать глянец потому что если я этого не сделаю покрытие все отпадет аккуратно ни в коем случае пилкой не додавливаю на ноготь такие вот движения легкие как будто вот по воздуху лишь краешком абразива я цепляю ногтевую поверхность чтобы убрать глянец и зашлифовать и далее маникюр это двигаю кутикулу открываю под кутикульный карман как обычно выполняют пушером я раньше почему-то думала что апельсиновой палочкой можно это сделать но нет пуш и работает гораздо лучше чем апельсиновая палочка и теперь фрезой прочищаю я взяла фрезу с красным поиском с тупым носиком последнее время я часто работаю этим видом фрез мне нравится глубоко не залезу не пораню клиентку но в то же время визуально маникюр смотрится чистым аккуратным а что там в глубинах под кутикульного кармана никого это не интересует клиенту уж точно туда не заглядывать если там что-то недочищено может увидеть только мастер а нашим клиентам главное чтобы визуально все было чисто и аккуратно работаю как обычно с приключением реверса на форварде прорабатываю левую сторону немного прохожу фрезой по ногтевой пластикой убираю глянец под открывшимся под кутикульным карманом также это нужно делать очень осторожно так как ногтевая пластина очень чувствительна ну и собственно расщачка фрезы работаю по коже отодвигая ее открываю под кутикульный карман шлифую кутикулу изнутри выворачиваю все махрушки и приподнимаю кутикулу для среза все те же самые действия на реверсе и с правой стороны кутикаем 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 Продолжение следует... 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 В центре у нас будет максимальное скопление молочного геля, а к краям он будет плавно сходить на нет и будет черная окантовка. Нужна поталь. Я также брала на Алиэкспресс. Я беру набор. Там и серебро, и медь, и золото, и еще какой-то оттенок. Не помню какой. Достаточно большие кусочки отрываю, прикладываю к ногтю, прижимаю к липкому слою геля. Также можно пальцем немного потянуть кусок потали. Получается, он разрывается, и в нем получаются такие вот трещинки. Просто беру, нажимаю и немного тяну либо вниз, либо вверх, куда мне нужно. Видите, кусочки разрываются, и получается интересный такой эффект. Осталось перекрыть все ногти топом. Ну и напомню, какие ручки ко мне пришли. И вот такие ноготочки мы получили. То, что ногтевая пластина очень тоненькая, на носке покрытия никак не скажется. Наоборот, покрытие защищает ногтевую пластину, и клиентка наконец-таки перестала чувствовать этот самый дискомфорт от того, что ногти тоненькие. Я надеюсь, вам было со мной интересно, понравилось наблюдать за преображением этих ручек. Если это так, жду от вас лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня!